Привет, друзья! При строительстве хозблока встал вопрос, чем закрыть торцы крыши. Крыша обычно двухскатная, покрыта металлочерепицей. Устанавливать простые торцевые элементы из металла показалось слишком простым. Вот я и решил украсить торцы крыши резными причелинами, которые в старорусском обиходе еще назывались крылья и получившие свое название благодаря изящной резьбе, сравнимой с перьями птиц. Но поскольку я не обладаю навыками ручной резьбы по дереву, решил несколько упростить свою задачу и сделать некую имитацию и использовать современный инструмент. Не забывайте подписаться на мой канал, жмите колокольчик и тогда вы всегда будете в курсе последних событий на канале. Для изготовления причелин мне понадобилась дюймовая доска шириной 120 миллиметров. Из инструментов понадобилось следующее. Дрель, ленточная шлифмашина, лобзик электрический, фрезер. У кого нет, не страшно, но можно обойтись и без него. Коронка по дереву, перьевое сверло. Для защиты и покраски древесины я использовал пропитку палисандр и лак на водной основе. Первое, что я сделал, это разделил и разметил торцевую доску на равные отрезки, после чего нашел банку с подходящим диаметром окружности и разметил полукруги. Потом разметил места сверления коронкой и перьевым сверлом. Дальше я насверлил широкие отверстия при помощи коронки по дереву. Чтобы с обратной стороны отверстие было ровное по краям и коронка не вырывала древесину, отверстие сверлил полпрохода. Труа наполовину с одной стороны, потом с обратной. После изготовления отверстий по размеченному контуру при помощи электрического лобзика выпилил полукруглые элементы, соединив тем самым большие отверстия. Неровности на торце сгладил шлифмашины, а заусенцы и стружку удалил при помощи наждачной бумаги. Потом при помощи той же шлифмашины отшлифовал обе стороны доски. Для придания краям лучшего вида, ручным фрезером прошел вдоль всех краев, включая отверстия. Готовую причелину несколько раз с промежуточной сушкой покрыл антисептиком палисандр. Дав высохнуть антисептику, покрыл причелину прозрачным матовым лаком на водной основе. После того, как лак высох, монтирую причелину на торец крыши, закрывая их стык по центру изготовленным по такому же принципу деревянным элементом полотенца. Далее закрыть стык от осадков между причелиной и кровлей можно уже при помощи стандартной металлической торцевой планки. Кстати, как я отделал фасад под камень, можно посмотреть в этом видео. Как мне кажется, такой вроде бы простой элемент, как торцевая доска или, правильнее сказать, причелина, имея даже минимальный узор, способна придать особый вид любой постройке. На этом все. Всем удачи и до новых встреч!